Дорогие друзья, здравствуйте! Я Тошенов Максим и это программа Сила Слова. Я верю, что сегодня Бог особым образом будет касаться каждого, кто смотрит нашу программу. И я прошу, чтобы ваше сердце было открыто для того, чтобы принимать Божье Слово. Мы учимся из Божьего Слова. Мы учимся тому, чему обучает нас Иисус Христос. Он сказал, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Научитесь от меня, говорит Иисус. И поэтому сегодня мы будем учиться. Мы будем учиться у Иисуса Христа, как жить верой, как хранить Божий мир, который Он дает нам, как получить исцеление, освобождение от всякого страха, от всякой демонической подавленности. Я обращаюсь сегодня также к каждому драгоценному партнеру первого христианского спутникового телеканала СНЛ. Благословенны вы у Господа. Потому что тот труд, который вы совершаете, поддерживая работу этого телеканала, он очень ценен в глазах Божьих, поскольку Божье спасение, Божье Слово, Божья благодать может достигать огромного количества людей по всему лицу Земли. Туда, где сегодня, возможно, нет церквей, возможно, нет миссионеров, а нет служителей, Божье Слово может распространиться благодаря спутниковому телеканалу. Поэтому продолжайте, пожалуйста, молиться за работу этого телеканала. Продолжайте финансово поддерживать это служение, поскольку очень огромное количество людей могут получить спасение и исцеление благодаря тому, что этот телеканал вмещается. Итак, дорогие друзья, я хотел бы, чтобы мы сегодня помолились, приступили к изучению Божьего Слова. И я прошу моего Господа, чтобы он особым образом коснулся всех тех людей, кто сегодня нуждается в покаянии, нуждается в исцелении, в освобождении. Дорогой Господь, во имя Иисуса Христа, я прошу дух премудрости и откровения к познанию Тебя. Я прошу, утверди каждого драгоценного человека, в чьей жизни сегодня есть те или иные проблемы. Я прошу Тебя, благослови, мой Господь, и пусть сегодня Твое Слово утвердит, спасет и исцелит каждого, кто принимает это Слово. Итак, дорогие друзья, я бы хотел, чтобы мы открыли с вами притчи 4 глава и прочитали 20 стих. А речь сегодня пойдет о том, что же необходимо делать с Божьим Словом, которое вы читаете или изучаете. Каким образом то Слово, которое находится сегодня в Писании, может помочь разрешить вам те или иные проблемы, с которыми вы сталкиваетесь. Итак, притчи 4.20 читаем с вами. Библия однозначно говорит нам о том, что мы должны делать с Божьим Словом, которое у нас находится в Писании. Первое, что мы видим с вами из этих стихов, Бог обращается к тем людям, которые прибегают к Писанию, как к своим сыновьям. Те, которые уверовали в Иисуса Христа, те, которые приняли Божье Слово, Он обращается именно к вам, потому что Писание говорит, что те люди, которые приняли Иисуса Христа, Бог дал им власть быть Божьими детьми. Поэтому у верующих в Иисуса Христа людей есть привилегированное положение по отношению к Богу. Они являются Его детьми. Он является их Отцом. Верующие являются детьми Божьими. И поэтому слова, которые написаны в притче 4.20, они обращены непосредственно к вам. Поэтому, если мы хотим получать пользу от Божьего Слова, а именно так говорит нам Писание в послании к евреям, что есть люди, которым Божье Слово, которое они слушают, не принесло никакой пользы. Что это означает «не принесло никакой пользы»? Они не смогли спастись. Они не смогли освободиться от грехов, наклонностей. И ничего нового в их жизни не произошло. То есть, жизнь старого ветхого человека, она как была, так и осталась. Люди просто имели чисто формальное отношение к Богу. Но Божье отношение или Божье желание по отношению к нам – это то, чтобы слышанное Божье Слово, которое мы сегодня слушаем, принесло нам бы пользу. Что это значит «принесло пользу»? То есть, если вы больны, чтобы Божье Слово помогло вам исцелиться, чтобы оно было полезно для вас, чтобы исцелиться от болезни. Если вы находитесь в зависимости от какого-то греха, и сколько бы вы с ним ни сражались, выглядит так, как будто бы вы не преуспели совершенно в этом сражении, Божье Слово может принести вам пользу в том, чтобы вы получили победу над этой греховной наклонностью, над этой греховной зависимостью. Если вы наполнены страхом, то Божье Слово может принести вам пользу. Страх может уйти из вашей жизни. Итак, Божье желание – это то, чтобы слышанное Божье Слово принесло нам пользу. Потому что было целое поколение людей, огромная масса, народ, который слушал Божье Слово, израильский народ, который слушал Божье Слово в пустыне, вот им слышанное Божье Слово не принесло никакой пользы. Я ни в коем случае не хочу оказаться в числе тех людей, для которых Божье Слово не принесло никакой пользы. Я хочу развиваться, я хочу, чтобы моя вера развивалась. Я хочу, чтобы победа, которая обещана Богом в Писании, в Господе Иисусе Христе, она просто осуществилась бы в моей повседневной жизни. Что же нам для этого необходимо? Нам необходимо Божье Слово. Многие люди имеют Писание, многие люди читают Божье Слово, но выглядит так, как будто бы они не очень преуспевают в своей вере. То есть, куда бы они ни пошли, чтобы они ни предприняли, все выглядит не так успешно и не так хорошо. Хорошо, мы сегодня концентрируемся на том, чтобы учиться из Божьего Слова. Что необходимо делать с Божьим Словом, для того, чтобы оно принесло вам пользу. Итак, притчи говорят нам, что мы должны внимать словам Божьим. Мы должны к Его речам преклонить свое ухо. Так, чтобы Божьи слова, в 21 стихе написано, чтобы они не отходили от глаз твоих, и их необходимо хранить внутри сердца. Есть что-то особенное во всех этих словах, но я бы хотел, чтобы сегодня мы сфокусировались или сконцентрировались, сконцентрировали свое внимание на одном особом действии, которое необходимо как бы прилагать или совершать каждому человеку, который хочет получить пользу от Божьего Слова. Может быть, сегодня кого-то коробит вот такая фраза или вот такое положение вещей, я называю, чтобы Божье Слово приносило нам пользу. Но это язык Писания. Бог говорит о том, что нам Божье Слово должно принести пользу. Вот на каком действии я бы хотел сегодня заострить ваше внимание. На Божьи слова необходимо смотреть. 21 стих говорит, да не отходят они от глаз твоих. Божьи слова не должны отходить от твоих глаз. То есть, вы должны читать Божье Слово, вы должны смотреть на Божье Слово. Это должно быть постоянной частью вашей повседневной жизни. Если вы верующий человек, перед вашими глазами должны находиться Божьи Слова. Почему же это так важно? Вы знаете, я обнаружил в Писании, что дьявол прекрасно знает, что есть что-то в этом действии. То есть, если ты смотришь на что-то неправильное, в твоей жизни могут произойти неправильные вещи. Но если ты будешь смотреть на Божье Слово, не отводить свой взгляд сконцентрированно, то есть, сфокусировать свой взгляд на Божьих Словах, смотреть на Божьи Слова, вникать в Божье Слово, с вами также что-то может произойти. Почему это так важно делать? Почему это так важно делать? Потому что притча 4 глава, 22 стих говорит следующее. Потому что они, слова Божьи, потому что слова Божьи, жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его. Я хочу обратиться сегодня к кому-то, кому диагностировали плохие заболевания, страшные болезни. Я хочу, чтобы вы сегодня услышали. Вы знаете, для нас вера в Бога это не хобби. Вера в Бога это не просто, ну скажем, дополнительная часть к нашей жизни. Вера в Бога, вера в Божьи Слова для нас является основанием, основанием нашей жизни. И если сегодня вам диагностировали рак, если вам сегодня диагностировали гепатит, если вам сегодня диагностировали сахарный диабет, вы должны знать, что это Божье Слово является истиной. Об этом сказал сам Иисус. Слово Твое есть истина. И эта истина говорит следующее, что само по себе Божье Слово есть жизнь для того, кто нашел его, и здравие для всего тела. Я хочу, чтобы вы это услышали сегодня. Ваше исцеление находится в Божьих Словах. Ваша жизнь находится в Божьем Слове. Однажды, когда дьявол искушал Иисуса Христа в пустыне, Иисус так и сказал, «Не хлебом одним будет жив человек, но всяким Словом Божьим». Всяким Словом Божьим. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь не была короткой, чтобы ваша жизнь не остановилась в середине ваших дней, дней, которые Бог определил для вас, чтобы дьявол не украл у вас вашу жизнь, вы должны знать, что ваша жизнь находится в сфере Божьих Слов. Иисус так и сказал, «Не хлебом одним будет жив человек, но всяким Словом Божьим». Есть всякие Божьи слова для всякой сферы нашей жизни в ответ на всякий вызов и на всякую проблему, на всякую болезнь, которая сегодня, может быть, атакует ваше тело, атакует вашу жизнь. Есть всякие Божьи слова. И вы можете найти, поскольку Писание говорит, а не жизнь для того, кто нашел их. Вы можете открыть Писание и посвятить время тому, чтобы найти Божьи слова, которые касаются вашей ситуации. Итак, Божье Слово говорит нам о том, что если наши глаза будут на Божьих словах, если мы будем смотреть в Божьи слова, это принесет нам жизнь и это принесет здоровье для всего тела. Дьявол прекрасно знает, как устроен человек. Дьявол прекрасно знает, как глаза, ваше зрение может сыграть с вами очень опасные вещи. Если ваши глаза смотрят на неправильные вещи, неправильные события могут произойти в вашей жизни. Вы можете поступать неправильно. И вследствие это не те вещи, которые Бог хотел, чтобы произошли в вашей жизни, произойдут с вами, потому что вы держите свои глаза на неправильных вещах. Я хочу преподать вам три примера из Писания, как дьявол использовал внимание или зрение людей для того, чтобы сфокусировать на неправильных вещах. Он поймал людей тем, что показал им неправильные вещи. Люди слишком долго смотрели на это. И вследствие этого смерть пришла в их жизнь. Я бы хотел, чтобы вы посмотрели самый первый пример в Писании, как дьявол поймал зрение человека. Итак, Бытие, 3 глава, и мы читаем с вами 6 стих. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Дьявол поймал внимание, обратил внимание Евы на то, на что в принципе смотреть не нужно было. Бог просто сказал, не вкушайтесь этого дерева. Дьявол предложил что-то, и Ева начала рассматривать, она начала смотреть. И Писание использует это слово и говорит «и увидела». То есть она разглядела. Смотреть буквально, сфокусировать свое зрение, обратить свое внимание, смотреть так, что по сути ты начинаешь понимать, как и что работает. Ты начинаешь разглядывать, ты начинаешь видеть вещи, которые на первый взгляд были незаметны. Писание говорит, «Ева увидела что-то, она разглядела, увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз». То есть смотреть на это было приятно, это был долгий процесс. Дьявол предложил что-то, дьявол показал что-то, Ева смотрела, Ева увидела, Ева разглядела, и в результате это стоило того, что она согрешила, она ела, она приступила Божье повеление, она приступила Божью заповедь, и она ела, и смерть пришла. Грех был сделан, слава Божья ушла, человек стал смертным, а началось все с того, что Ева смотрела. Второй пример, который бы я хотел вам показать в Писании, также находится в Ветхом Завете. Я также напоминаю вам, что сегодня мы рассматриваем с вами влияние ваших глаз, влияние вашего зрения на те процессы, которые произойдут с вами. Итак, давайте прочитаем с вами Иисуса Навина, 7 глава, 21 стих. «Между добычей увидел я одну прекрасную синаарскую одежду и двести сиклей серебра, и слиток золота, весом в пятьдесят сиклей, это мне полюбилось, я взял это, и вот оно спрятано в земле среди шатра моего и серебро под ним». Я бы хотел, на первый взгляд, может быть, вещи, которые просто вам, ну, скажем так, на которые вы сначала не обратили, может быть, внимание. Речь идет о человеке, его звали Ахан, и это произошло после взятия Иерихона. Иерихон был гордым, который Бог заклял, он сказал, ничего не трогайте, все Господне, не прикасайтесь к добыче. И был следующий город, Гай, и там произошло поражение. Гай был намного меньше, чем и Иерихон, но израильтяне потерпели поражение, и поражение потерпели, потому что был сделан грех. Человек приступил к Божьему повелению, прикоснулся к заклятому, и в результате целый народ потерпел поражение, и есть причина, почему это произошло. Итак, Бог говорит, Бог находит этого человека, говорит Иисусу Навину, что необходимо сделать для того, чтобы изобличить, уловить этого человека в его грехе. Нашли этого человека, его звали Ахан, но вот его как бы оправдательная, извинительная речь. Я бы хотел, чтобы вы обратили внимание на это. О чем он сейчас говорит? Он говорит, между добычей увидел я. Что это значит увидеть? То есть, среди всего, 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 что было заклято, к чему нельзя было прикасаться, Ахан говорит, я увидел. Что это значит, я увидел? Смотрите, он говорит, он описывает, я увидел одну прекрасную синаарскую одежду. он описывает, то есть, он разглядел. Это не было просто, я бросил взгляд, увидел, ага, нет, он разглядел, эта одежда прекрасная, она синаарская, он знал, то есть, он разглядел, откуда эта одежда. Это предполагает, что на самом деле было потрачено какое-то время, чтобы определить, откуда эта одежда. И потом он говорит, и 200 сиклей серебра. Я увидел 200, то есть, он дает оценку этому серебру, сколько было серебра, слиток золота, весом, такие точные единицы измерения. То есть, это невозможно сделать при одном просто беглом взгляде. Надо было смотреть, надо было оценить, надо было определить. И это то, что делал Ахан. И в итоге, Писание говорит, это мне полюбилось. И я сегодня хочу кому-то сказать, вы знаете, если вы слишком долго смотрите на неправильные вещи, наступит момент, когда неправильные вещи возобладают над вами. Это полюбится вам. Произойдет что-то внутреннее, какая-то связь с этими неправильными вещами. И неправильные вещи завладеют вашей душой. Это очень уникальный принцип. То, на что ты слишком долго смотришь, в конце концов, может завладеть твоей душой. И я хочу сегодня сказать кому-то, кто болен. Если вы слишком долго рассматриваете свою болезнь, если вы слишком долго обращаете на нее внимание, если болезнь, этот диагноз, он просто, ну, ухватил ваше внимание, поймал ваш взгляд. Это слишком долго перед вашими глазами. Вы думаете об этом, вы внимаете об этом, вы смотрите. В конце концов, это может возобладать над вами. Знаете, есть что-то патологическое в том, что человек, который болен и по сути хочет избавиться от этого, но происходит что-то, вы знаете, такое ощущение, как будто некоторые люди, они влюбляются в свои болезни. Это становится частью их жизни. Темой их разговоров, фокусом всего их внимания, их заболевания. Почему? Да потому что они слишком долго смотрят. Я хочу вам сказать, если вы нуждаетесь в исцелении, не случайно, не случайно, притча 4 глава, 20 стих говорит, мои слова, слова Божьи, должны быть постоянно перед твоими глазами. То есть Бог хочет, чтобы вниманием всего твоего сердца, причиной твоего рассматривания, были не болезни, диагнозы и ощущения, но Слово Божье. Когда это перед твоими глазами, я сегодня так же хочу это сказать какому-то драгоценному брату, какой-то драгоценной сестре. Если вы слишком долго будете смотреть на Божье Слово, хотя в отношении Божьего Слова никогда не, скажем так, неуместна эта фраза, слишком долго, никогда не бывает слишком много Божьего Слова. Но если вы достаточно долго будете смотреть на Божье Слово, держать его перед своими глазами, эти драгоценные обетования, истин об исцелении, это полюбится вам. Между вашей душой, вашим сердцем, вашим разумом и Божьим Словом восстановится связь. В кавычках можно сказать любовная связь. Вы полюбите Божье Слово. Вы соединитесь с Божьим Словом. И поэтому Писание говорит, потому что мои слова есть жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его. Если вы хотите получить исцеление от вашей болезни, пусть ваши глаза не отходят от Божьего Слова. Дорогие наши друзья, прямо сейчас во имя Господа Иисуса Христа я молюсь за человека, у которого остеохондроз. Во имя Иисуса Христа, остеохондроз, у тебя нет власти и нет силы над этой драгоценной женщиной. Во имя Иисуса Христа будь исцелена прямо сейчас. Потому что Божье Слово говорит, что Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. Это истина. На эту истину мы смотрим, мы обращаем свой взор, мы держим это перед своими глазами. Во имя Господа Иисуса Христа гепатит С прямо сейчас уходит. Во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас Он покидает вашу печень, и ваша печень полностью восстанавливается именем Иисуса Христа. Левый глаз, который был поврежден, который был травмирован в результате аварии, автомобильной аварии, Он восстанавливается прямо сейчас. Бог касается вашего левого глаза, происходит исцеление, и вы начинаете видеть во имя Иисуса Христа. Бог, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, Господь. Ты открываешь очи нашего сердца, чтобы наш взгляд, взгляд нашего сердца постоянно, непрерывно был на Божьих словах. Потому что Божье Слово является жизнью для нас и здравием для всего нашего тела. Если Бог исцелил вас, если вы получили свидетельство, если вы получили освобождение, и вы смотрите наши программы, они приносят вам поддержку, вдохновение, утешение, исцеление, через просмотр этих программ ваша жизнь меняется, пожалуйста, напишите нам на наш почтовый ящик. Найдите нас на Ютубе, смотрите наши программы, ставьте свои комментарии, лайки. Делитесь этим, видимо, с теми людьми, которые нуждаются сегодня в исцелении, освобождении. Я Ташенов Максим, это Церковь Новую Жизнь, программа Силы Слова, Запад Казахстана. Благословение со всеми вами. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова